Силоки Чучатова стала местом встречи тех, кому небезразлично творчество известных татарских просветителей и публицистов Резаедина Фахреддина и Фатиха Кареми, ученых, членов Союза журналистов Республики Татарстан, редакторов средств массовой информации. Программа мероприятия началась с экскурсии по Мемориальному музею Резаедина Фахреддина. Пять выставочных залов рассказывают о его жизни и творчестве. Блестящий педагог, ученый, журналист и один из величайших духовных лидеров мусульманского мира. Все это о Фахреддине. Вместе с татарским писателем и журналистом Фатихом Кареми он является основоположником традиции татарской журналистики. В этом году исполнилось 110 лет, когда появились первые татарские газеты. Татары очень здорово боролись за то, чтобы получить право издавать газеты. Но мы ими очень дорожим и должны помнить историю, как они появились, кто их создавал, какими были эти издания. И если мы сегодня начнем внимательно изучать, чему они учили, мы поймем, и мы это понимаем сегодня, что они были очень-очень актуальны для того времени и они актуальны для этого времени. Мемориальный музей в Киччатово был открыт 25 мая 1995 года в присутствии первого президента республики Ментимира Шаймиева. Музей построили на месте дома, где родился Фахреддин. Сейчас он представляет собой деревянную избу в национальном татарском стиле. В музее регулярно проводятся экскурсии и лекции. Делается это для ознакомления населения с историко-культурным наследием региона, с жизнью и деятельностью выдающегося мыслителя татарского народа, просветителя, историка, писателя и журналиста. Музей пропагандирует не только деятельность Эльзы Фахреддина и его творческое наследие, она занимается вообще обширным кругом воспитания нашего будущего поколения и не только будущего, я бы сказала, потому что сейчас назревается мысль, что молодых родителей надо воспитывать. Говоря об истоках национальной журналистики, неизбежно вспоминаешь о талантливом человеке, великолепном журналисте, аналитике и ученом Талгате Минебаеве. Он родился и вырос в селе Кичичатого, окончил местную школу. Написал много стихов о своей любимой деревне, любил природу и ценил жизнь. Гости почтили память Талгата Минебаева у его могильного камня. Теплыми воспоминаниями поделились друзья, коллеги и ученики-журналисты. Национальные песни, танцы, угощения ждали участников встречи в Кичичатовской школе, где учился Минебаев. Он является продолжателем деятельности Фахредины и Кареми. В музее-кабинете кандидата филологических наук самые ценные издания журналиста, фотокарточки его и семьи, награды. Альметьевский район – родина известных просветителей и публицистов Резаидинов, Ахрединов, Атихакареми. Сегодня мы вспоминаем и нашего современника Талгата Минебаева, внесшего большой вклад в развитие журналистики. Сохранить бесценное наследие и приумножить его новыми достижениями – наша главная задача. Завершился праздник круглым столом. Его посвятили деятельности Резы Фахрединов, Атихакареми, Талгата Минебаева и их вкладу в национальную журналистику. В ходе круглого стола были награждены альметьевские журналисты, сотрудники редакции, продолжающие дело своих известных предшественников. Эльвина Хурамшина, Илька Махмедянов, Альметьевск ТВ.